Итак, дорогие друзья, рада вас приветствовать. Меня зовут Наталья Юрьевна, и я хочу записать отзыв на второй модуль Школы Коучинга Павла Колесова. И хочу кратко рассказать об этом модуле, что он мне дал. Ну, самым большим достижением этого модуля для меня была работа с моим внутренним ребёнком. Во-первых, я освоила транс, который в течение всего модуля и по сей день делаю. И я поняла, что очень долгое время я вообще находилась вне контакта со своим внутренним ребёнком. И даже не знала, что можно ему самостоятельно давать любовь, внимание, заботу, слушать, чего он хочет. И здесь было очень мощное пересознание этого момента. И то есть, когда я начала давать вот эту любовь и внимание сама себе, я поняла, что я стала становиться автономной. То есть, у меня отпала необходимость потреблять эти ресурсы извне. Больше того, начав работать с принятием себя и своего внутреннего ребёнка, я поняла, что я вообще перестала краситься. Раньше я на улице бы даже не вышла, не накрашенная. А сейчас я стала себя принимать вот такой, какая я есть. И меня это стало устраивать. Я себе стала нравиться. Каждое утро делала упражнения зеркала. Говорила о том, какая я красивая, какая я молодец, как я себя люблю. Встречала со своим внутренним ребёнком, продолжала с ним эту работу. И я прямо во втором модуле ярко ощутила результат вот этой работы. И меня очень впечатлило, потому что внутреннее самоощущение, оно меняется. И больше того, я даже сделала шаг в сторону осознания собственной ценности, благодаря вот этому трансу. Помимо этого, второй модуль был наполнен дополнительными методами работы с клиентами, благодаря чему я расширила свою базу знаний. И здесь у меня уже на первое место встал вопрос, а как формировать правильно гипотезу. То есть на этом модуле я поняла, что качество работы и скорость работы зависят от того, насколько качественно я могу сформировать эту гипотезу. Честно скажу, что набило очень много шишек. И очень благодарна Татьяне, потому что она постоянно меня корректировала, подсказывала. То есть вот этот этап, он был здесь очень ключевым. Он мне тяжело давался, потому что у меня все время были сомнения с этой стороны зайти или с этой стороны зайти. И только к концу второго модуля у меня стало появляться понимание. Потом здесь же я столкнулась с работой с закрепляющим трансом, опробовала его на собственном опыте. И теперь у меня появилось понимание, как объяснять, что такое закрепляющий транс, как в него входить для того, чтобы у клиента это состояние закреплялось. И что мне здесь понравилось во втором модуле, что когда ты работаешь со своим внутренним ребенком, закрепляющим трансом, ты опробуешь сначала методику на себе, понимаешь, как это работает на тебе, и потом намного легче это объяснить клиенту, потому что у тебя весь опыт проходит через собственное проживание. Также в этом модуле я поняла вообще разнообразие клиентов, их запросов, поняла, что бывают клиенты-саботажники, попробовала с ними поработать, осознала, как с ними надо работать. Есть клиенты, которые не видят образов, и увидела о том, что одни и те же запросы у разных клиентов выражаются совершенно по-разному. И здесь, когда стало увеличиваться количество практики, у меня пошли совершенно нестандартные ситуации, которые вроде как не укладывались в стандарты. И здесь на первое место для меня вышла поддержка капитана Татьяны, за что я ей очень благодарна. Мне кажется, я ее завалила огромным количеством вопросов, а что делать вот здесь, если пошло не по стандарту, вот здесь делать. И она очень внимательно на все вопросы разбирала, на живых кастах отвечала, во всех моих домашних заданиях отвечала, что делать, на что обратить внимание, какие есть нюансы. И благодаря ее поддержке за второй модуль появилась гибкость. Когда появилось понимание, что каждая сессия уникальная, и в зависимости от того, как она проходит, на что обращать внимание, как себя вести в нестандартных ситуациях. Поэтому я считаю, что здесь было очень глубокое расширение именно профессионального уровня на втором модуле. Помимо этого, здесь началось погружение в возрастные кризисы, в кризисы до 14 лет. То есть, как правило, те базовые кризисы, с которыми в итоге мы работаем с клиентами в коуч-сессиях. И плюс 4 фазы психосексуального развития. И когда мы проходили вот эти фазы, я нашла у себя признаки травматики всех фаз. И очень много, благодаря этому осознанию, как рождается травматика, какая травматика бывает, я очень глубинно проработала на втором модуле у себя чувство безопасности, которое у меня было нарушено, и чувство вины. И после этого модуля я вообще осознала, как у меня поменялось моё поведение и окружение. Во-первых, я перестала подрабатывать спасателем. Я перестала брать на себя излишнюю ответственность за спасение своих окружающих. И, соответственно, раньше те люди, которые ко мне приходили и требовали от меня любви, внимания, решения их вопросов, они просто на этом модуле стали от меня отсекаться. Потому что они поняли, что я им стала говорить, это не моя ответственность, решайте свои вопросы сами. Что они от меня больше не получат. Они смогут на меня перевесить свою ответственность. И такой момент был, когда, с одной стороны, было вроде бы жалко, что какие-то люди уходят из жизни, а, с другой стороны, с их уходом появилось чувство облегчения. То есть я поняла, что я стала выстраивать вокруг себя свои личные границы. Плюс, когда я сняла себя излишнюю ответственность за решение чужих проблем, у меня появилось чувство лёгкости, облегчения и дополнительной энергии, которую раньше я просто обслуживала на спасение окружающих меня людей. То есть у меня появилось такое понимание, что такое ответственность. Я стала видеть, где эту ответственность я беру на себя чужую, когда я не несу ответственность за себя. И стала отсекать в реальной жизни, перестала брать на себя чужую ответственность и больше обращать внимание на собственную ответственность за собственную жизнь. Поэтому я считаю, что на втором модуле пошли прямо коренные какие-то изменения в моем восприятии мира и в моем окружении. И вообще я на втором модуле себе позволила перестать быть хорошей девочкой, а позволила себе быть такой, какая я есть на самом деле. Что как бы для меня удивительно, непривычно, это как бы вообще новый сценарий поведения. То есть я перестала быть удобной, перестала причинять всем добро. То есть начала выстраивать свои собственные границы. И от этого всего я испытала облегчение. Плюс во втором модуле у Павла есть дополнительный бонус, с помощью которого я поняла, куда я хочу двигаться и чем я хочу заниматься дальше. Поэтому считаю, что вот второй модуль, он был тоже очень глубокий, очень серьезный. И если в первом я больше разбиралась с алгоритмом работы и базовыми методиками, то здесь я прямо почувствовала, как пошла глубинная проработка, перестройка собственной жизни. Выражаю благодарность за второй модуль Павлу, потому что очень много было полезной информации, очень много интересных методик, много информации для переосмысления своего поведения, своих сценариев. огромную благодарность своему капитану Татьяне, потому что я считаю, что на этом этапе очень большой вклад в развитие привнесла именно она. Потому что на втором модуле у меня посыпалось огромное количество вопросов. А что делать здесь? А что сделать вот в этой ситуации? И она очень терпеливо отвечала, рассказывала очень подробно. То есть была настолько колоссальная, мощная поддержка. И я считаю, что это один из основных вкладов, который она сделала в меня, благодаря чему у меня появилась гибкость. Гибкость в работе и в понимании. Появилась глубина, когда я стала понимать, что такое гипотеза, с каких сторон можно подходить к работе с клиентом, на что обращать внимание, на какие нюансы. В общем, очень было интересно, мне очень понравилось, я очень благодарна. Надеюсь, что мой отзыв будет кому-то полезен. И если вы размышляете, нужно ли идти на второй модуль после первого, то однозначно да. Однозначно да, это углубит, это даст глубину в работе с клиентами, больше понимания. Особенно, когда вы начинаете понимать стадии травматизации, возрастной травматизации, какие возрастные кризисы клиенты должны в эти периоды переживать. Это даёт понимание облегчения в работе с клиентами. Уже становится понятно, на что нужно обращать внимание. Вот, поэтому от всего сердца благодарю. И всего доброго.